МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По годам никому из работников околотка самарской дистанции пути и в голову не придет усомниться в его решениях. Все потому, что уже не раз доказывал свою компетентность делами. Юрий Александрович Девятов. Дорожный мастер самарской дистанции пути к Уйбышевской железной дороге на станции Безымянка. Ради профессии переехал в Самарскую область Изорска. Железнодорожник в четвертом поколении. Победитель отраслевого конкурса «Доска почета-2015». Уверен, успех любого дела зависит прежде всего от людей. Его работа – обеспечение безопасности движения, содержание путей и стрелочных переводов, говоря официальным языком. По сути же, предупреждение серьезных аварий на своей дистанции. А это 123 километра главного хода, 6 горочных и 7 приемо-отправочных путей. Бригада путейцев меняет шпалы, рельсы и делает перешивку путей по шаблону. Но сначала определяют места с подвохом. У нас считается осмотр без замечаний, это не осмотр. Особенно, когда по главному ходу у нас здесь скорость установлена по перегону 120 км в час, по станции 80 км в час. Соответственно, грузовые поезда идут по 6 с лишним тонн. И стрелочные переводы, они, в принципе, надо заниматься текущим содержанием, чтобы содержать соответствие. И не возникало прецедентов таких, чтобы потом не закрывали данные пупсии и стрелочные переводы для движения. В его работе миллиметры решают судьбу поездов. Одна из обязанностей Юрия Девятого, как дорожного мастера, периодический замер стрелочных переводов и путей. У каждой точки проверки есть свои допуски по параметрам шаблона и уровня. Норма допуска плюс 4, минус 2 миллиметра. Первый замер проводится в стыке, второй на острие остряков и так далее. Всего таких точек замера нужно пройти 11. По результатам замеров решается, закрывать стрелочный перевод для ремонта или нет. Проверка происходит таким вот шаблоном, который показывает шаблон, то есть ширину колеи от рабочей до рабочей грани рельсы и уровень возвышения одной рельсовой нити относительно другой. То есть на стрелочном переводе есть отдельные точки, где конкретно мы должны проверять шаблоны по уровню. То есть данная зона стрелочного перевода – это у острия остряков. Здесь в данном случае показано, что шаблон 1529 у нас миллиметров, уровень 2 миллиметра, возвышение правой рельсы в нити выше левой. Сейчас в его подчинении две бригады – стрелочная из 10 человек и неотложная из 12 работников, хотя на самарской дистанции пути к Уйбышевской железной дороге работает только с 2014 года. До этого год работал на родине – Борске, Оренбургской области, на Южноуральской железной дороге, хотя и оканчивал Самарский университет путей сообщения. Свою железнодорожную судьбу Юрий Девятов выбрал сам. Вся его семья – железнодорожники. В трудовой династии три поколения, со стажем 20 лет по обеим линиям. Уже в Орске Юрий успел себя проявить как решительный и ответственный работник. Однажды даже предотвратил серьезную катастрофу. Когда в 2014 году пришел работать в Самарскую дистанцию пути, сразу себя зарекомендовал. Главное – быстро сработался с командой. Организует работу четко и рационально, а если надо – и сам берет в руки инструменты и со всеми управляет пути. Как руководитель он работает здесь уже несколько лет, опытный уже, адекватный. Работу знает свою хорошо, планирует работу хорошо. Его должности – вовремя спланировать работу. В первую очередь работа делается неотвожной, потом уже второстепенной. Он же также и путь выправляет, и помогает бригаде также вместе со всеми работой. Отличный мастер, понимающий, как бы с коллективом в отношениях хороших. Полностью, вся работа, все полностью, все наши движения, все от него зависит. И как человек, как коллега, и как товарищ, то есть там много слов-то много говорить не надо. Просто нормальный, отличный человек. Как и руководитель, как и работник, как и понимающий, просто подружка человека. Монтеры путей работают в связке с путиизмерительной группой. И все, что нужно исправить, показывает после объезда скоростной вагон-дефектоскоп, на котором установлен специальный компьютер, считывающий все параметры путей. С первой половины месяца, с 1 по 15 число, идет вагон-путиизмеритель рабочий. Нам потом присылают ленты. В лентах отражены просадки, уровень, перекосы, шаблоны, такие же, как и мы, вот ходим, выявляем. Только там все компьютеризировано. Все это выявляет вагон. Нам присылают распечатки. Мы по ним уже отрабатываем до следующего вагона-путиизмерителя. То есть с 16-го уже по 30-е число уже идет контрольный вагон-путиизмеритель. И чем меньше недочетов, тем лучше сработала бригада. Да и каким бы ни был точным компьютер, он никогда не заменит человеческих глаз и рук. Инструменты у монтеров с виду простые, но зато надежные. И уж точно чего нет у умной техники, так это интуиция, которая не раз выручала и заставляла перепроверять уже проверенные участки. Работа наша неоднообразная. Каждый день что-то новое. И задания различные поступают, которые приходится решать уже на месте, планировать на будущее. Ну, оно как бы уже вошло привычку, вот это отношение, серьезное отношение к работе. Когда подходишь к стрелочному переводу, к пути, то после себя нельзя оставлять какого-то рода замечаний, чтобы потом повторно не приходить уже на данное место и не переделывать работу, то есть выполнять двойную работу. А делал все качественно. Физическая сила и психологическая устойчивость, ответственность за жизни людей и трудолюбие – то, без чего нельзя идти в путейцы. Слабые духом сбегают после месяца работы. Остаются только самые проверенные. А значит, пассажиры Куйбышевской железной дороги могут спать спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова